Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Сегодня у нас обучающее видео. Мы поговорим о логарифмической линейке. Такую функцию добавляют в основном в авиаторские часы. С ее помощью пилоты высчитывали расход топлива, скорость и проводили прочие нужные расчеты. Для примера я взял кварцевую модель Orient с хронографом с возможностью засекать время до десятой доли секунды. Здесь ключик на винте. Водозащита 100 метров. Есть индикация даты. Комплектуются стальным браслетом. Цена в районе 300 долларов. Ссылку я оставляю в описании. При заказе указывайте название канала Watchboxes. Так вы получите хорошую скидку на часы. И перейдем к самой логарифмической линейке. Управлять ее можно с помощью головки у отметки 10 часов. Я предлагаю разобрать простейшие задачи для примера. Например, нам нужно разделить 150 на 3. Для этого мы находим на внешнем кольце число 15. Вот. И совмещаем с числом 30. Оно вот здесь. Теперь правильный ответ находится возле числа 10. И это 50. Ну, или давайте узнаем скорость, допустим, поезда, который за 1 час и 20 минут преодолел 240 километров. Для этого необходимо найти число 24. Вот сверху. И совместить с отметкой 80. Вот так. 80 это потому что 1 час 20 минут. В часе 60 минут. 60 плюс 20, 80. И далее. У отметки 12 часов находится метка скорости. Здесь мы видим 18. То есть 180 километров в час. Ну, и давайте сделаем обратную задачу. То есть какое расстояние вы преодолеете за 40 минут, если скорость 210 километров в час. Теперь скорость, цифру 21. Здесь ее нет. Она посредине между 20 и 22. Мы совмещаем с меткой скоростью. То есть примерно вот так. И цифра 40, 40 минут, оказалась напротив цифры 14. Значит, ответ расстояние 140 километров. С помощью логарифмической линейки можно решать множество других задач. Я показал самые простые. Пишите в комментариях ваше мнение о таком дополнении в часах. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok